Продавая котят другим людям, другим хозяевам, практика показывает за эти 80 с лишним лет, что мои кошки очень адаптируются не только на квартирах, но и на дачах. Также они гуляют, вот, например, у меня есть котенок, который живет в Санкт-Петербурге, и они с ним легко на шлейке гуляют по парку, то есть просто делают какие-то такие самые основные, там, отблок, от клещей его обрабатывают и спокойно с ним гуляют. Также на даче котята спокойно с открытой дверью гуляют, могут выходить там на свою площадку, никто не убегает, все приученные, все адаптированные, вот. Ну вот, по крайней мере, сколько я общаюсь со своими покупателями и присылают много фотографий, и, как бы, все они говорят одно, что котята не, ну, они не дикие, не пугливые, они спокойно со своими хозяевами могут путешествовать. У меня некоторые котята со своими хозяевами ездят даже в Турцию, например, там, в переносках, да, там, они не могут его... Их пускают, да, получается, пускают в самолет. Да, конечно, они полностью привитые, у них с собой идут метрики и медицинские, как бы, и поэтому в самолете их легко пускаются со своими хозяевами. Одного котенка можно спокойно взять с собой, переносочки с собой, прям, получается, в самолет, не в багажное отделение, а именно с людьми, и они спокойно путешествуют с ними везде. То есть есть такие, которые реально путешествуют даже с котятами. Ну, в принципе, так живут, как и за границу, например, мои котята легко улетают за границу, и живут за границей, легко там адаптируются. А тогда вопрос. Вот вы их отправляете. Достаточно им паспорта российского, если они едут, например, в другую страну? У меня для того, чтобы уехать за границу, сейчас очень тяжело с российскими, как бы, это, границами. Вот, мы, я их прививаю иностранными прививками, прививками типа Пуривакса, вот, которые действуют, этот паспорт международный, он действует именно на заграничные перелеты. То есть я, котятки, которые улетают за границу, я их чипирую, прививаю их Пуриваксом. Ну, у меня, например, вот, я знаю, ну, как заводчик, я уже знаю, что, какой котенок, какого котенка я хочу продать за границу. Например, вот, британские у меня не продаются в России. Они продаются только за границу, я их только прививаю Пуриваксом. А в какие страны они уезжают, как правило? У меня, ну, очень много у меня в США, в разных штатах, так как Мэриленд, например, Бостон, Нью-Йорк. А почему из России берут котенка, если можно у себя в Америке? У них в Америке очень часто продаются без права на разведение, там это очень все дорого, вот. Вот, поэтому котят для того, чтобы разводить, все заводчики тащат из России. Это первое. Во-вторых, общаюсь очень часто, остаюсь с друзьями, со своими покупателями из Америки. И все, как один, говорят, что российские кошки самые чистокровные. То есть у нас здесь нету помеси. У нас здесь они улетают именно такие, каких мы их производим. То есть в США очень много обмана. Они могут их как бы вязать с кем, как угодно. То есть веслоухих на веслоухих, прямоухих на прямоухих, там британов на шотландских. И вот эта вот смесь бульдогов-носорогов выявляется то, что очень много больных котят и очень много проблемных, уж тем более нет для разведения. Поэтому те заводчики, которые занимаются именно профессиональными кошками, они все тянут хороших котят из России. Это же такой длинный путь, получается, надо обойти все границы, перелеты вот эти. Ну, сейчас у нас очень профессиональные курьеры, которые этим занимаются, профессионально и отлажено. Например, если котенок улетает на Филиппину, со дня отправки котенка до дня входа его в новую семью всего лишь трое суток. То есть не так уж это и много. Например, в штат Техас или вот в штат Иллинойс мы уезжаем, это пять суток. В штат Нью-Йорк вообще полутора суток. А кто их за это время кормит, получается? Они же должны что-то есть, печь. Они летят в специальных переносках, там прикрепленная вода и сухой корм, еда. Также у них, получается, между перелетами они переходят границу на двух, получается, самолетах. И у них есть вот это время, где их можно поменять и опять так же покормить. И котята прилетают, в принципе, очень чистенькими, здоровенькими. А кто этим занимается в процессе перелета? Это вот этот курьер? Это занимаются курьеры. Курьеры и российские отправляют отсюда. Курьеры, например, вот если, например, котенок летит, например, вот в США, они едят, как я поняла, через Азербайджан. Там вторые курьеры встречают, меняют, все это делают, и потом уже он напрямую едет в Америку. В Америке встречает еще один курьер, который опять делает чистку и меняет корму, воду, смотрится котенком. И уже потом, например, этот курьер забирает из аэропорта. Есть такие штаты, где может сам покупатель забрать прямо из аэропорта своего котеночка. Если он живет там 300-400 километров от аэропорта, ему неудобно доехать до него, то курьер довозит им на дом, и как бы в процессе этого он как бы за этим всем следит. Я знаю, что, например, в Австралию так не привезешь, потому что там должен быть какой-то период дней 30 под наблюдением животных с другой стороны. Да, есть такое в Австралии, у меня, правда, котята никогда не улетали, вот, но я спрашивала, интересовались люди, но там очень дорогой перелет, там дорогая, выходит очень дорогая кошка, им невыгодно брать, многим невыгодно брать из России, потому что они там находятся почти 20 дней на передержке. Передержка, передержка, это находится прямо, вот, получается, где-то там недалеко от аэропорта, они живут в определенных, сейчас у меня котенок наступит, они живут на определенных, получается, ну, знаете, какой-то у нас, получается, вот в ветклиниках есть такие комнаты, где вот сидят в клеточках, да, вот больные животные, так же, в принципе, так же и там. Там есть специально специализированные комнаты, специализированные клетки, где они находятся в чистых клетках, мне даже присылали видео, как они там находятся, присылали пример, как это все происходит, они находятся там, пеленочка, еда, вода, каждые 6 часов приходит человек, это все меняет, плюс у них там температурный, соблюденный температурный режим, то есть, если это Австралия, там, жара, значит, у них там работают кондиционеры, определенная температура при содержании она присутствует, вот, так же может в этот человек, который купил котенка, его раз там в 3 дня приходить, как бы, и смотреть, наблюдать за ним, то есть, пускают хозяина, чтобы он, как бы, мог своего котеночка, как бы...